Если мы говорим о раке желудка, то он достаточно упорно занимает приближенные к лидирующим позициям 5 место в структуре онкологической заболеваемости в целом мире Около 1 миллиона новых случаев мы регистрируем ежегодно И не меньше чем 700 тысяч больных погибают каждый год от этой патологии В том случае, если мы говорим с вами о диссеминированном процессе Для этой когорты пациентов единственным возможным вариантом лечения Остается системная лекарственная терапия Современные режимы химиотерапии позволяют не только достаточно значимо увеличить медиану общей выживаемости больных Но и при этом достаточно долго сохранять общее удовлетворительное состояние пациентов Общепринятым стандартом для проведения первой линии являются платиновые дуплеты Это всем хорошо известно Это комбинация одного из препаратов платины, будь то оксалиплатин или цисплатин В сочетании с препаратами второперимединового ряда И лишь у ограниченной части пациентов Как правило, это пациенты более младшей возрастной группы Пациенты в удовлетворительном состоянии Без какой-либо значимой потери в весе Для них мы можем рекомендовать трехкомпонентные режимы И интенсифицировать их применением дополнительных препаратов токсанового ряда В частности, речь идет о доцитокселе В том случае, если мы говорим о таргетной терапии при раке желудка Но это, конечно, особая группа пациентов И для больных раком желудка Единственный таргетный препарат Это так называемый антихер-2 препарат То есть препарат, который блокирует рецепторы эпидермального фактора роста второго типа Речь идет о герцептине Этот препарат в сочетании с платиновым дуплетом На основании исследования тога Позволил увеличить медиану общей выживаемости больных до 16 месяцев А если мы используем этот препарат в сочетании с трехкомпонентным То фактически 25 месяцев общая выживаемость больных Цифры, конечно, колоссальные Но при этом надо помнить, как бы мы не лечили больных Речь идет о метастатическом процессе Рано или поздно возникает прогрессирование заболевания И рано или поздно мы говорим о том, что же нам делать дальше Так вот, выбор второй линии лекарственной терапии Он базируется на сроках наступления прогрессирования заболевания Естественно, на общем состоянии И на характере проведенной первой линии лечения В том случае, если прогрессирование заболевания возникает достаточно короткие сроки Это первые 2, 3, 4 месяца после завершения первой линии И, естественно, при удовлетворительном общем состоянии пациента Мы рекомендуем применение в качестве второй линии терапии Препаратов, не вошедшими в первую линию лечения Если же прогрессирование возникает в более отдаленные сроки 6 месяцев и более То здесь абсолютно оправданным является реиндукция препаратов Которые мы использовали в качестве первой линии лекарственного лечения И здесь мне бы хотелось спросить о том, дорогие коллеги Какой режим вы бы предпочли в качестве второй линии терапии Диссиминированного рака желудка? Давайте голосовать Да, ну, конечно, колоссальные цифры Сегодня мы с вами все уже знаем об эффективности этого режима И, на самом деле, комбинация поклитоксела и рамоцерумаба Является самой оптимальной в данном случае Так вот, какие варианты есть для выбора второй линии лекарственной терапии? Предпочтительной является комбинация рамоцерумаба и поклитоксела Допустимыми являются монотерапия препаратами токсанового ряда Доцитоксел, поклитоксел Возможно, применение иринотыкана Либо комбинация на основе иринотыкана Ну и, как сказала нам Татьяна Юрьевна Конечно же, МСА и ХАИ – это абсолютное показание для назначения пембролизумаба Но надо сразу отметить, что все режимы химиотерапии И доцитоксел, поклитоксел иринотыкан в монорежиме Они обладают примерно идентичной эффективностью Если мы говорим с вами о HER2-позитивном раке желудка Надо помнить, что он существенно отличается от HER2-позитивного рака молочной железы Когда мы стараемся максимально долго пролонгировать таргетную терапию К сожалению, при раке желудка эта опция абсолютно бессмысленна Исследование ТОГО показало, что тростозумаб эффективен только в качестве первой линии терапии Другие препараты, такие как лапотини, пертозумаб Абсолютно негативно оказалось исследование в качестве первой линии Интенсификация тростозумаба добавлением пертозумаба Ничуть не улучшила безрецидивную общую выживаемость Поэтому никакого смысла в этом нет Ну а в качестве второй линии ТДМ оказался ничуть не лучше поклитоксила Поэтому на сегодняшний день, в случае, если возникает прогрессирование рака желудка То никакой целесообразности в продолжении или интенсификации именно таргетной терапии Несмотря на HER2-позитивный статус, нет В прошлом году на АСКО Микояма доложил результаты Вот как раз продленной терапии тростозумабом Небольшая группа пациентов, 90 больных вошло в исследование Это больные HER2-позитивным раком желудка Которые в качестве первой линии получили платиновый дуплет в сочетании с тростозумабом Это было не менее трех доз И лечение было завершено в течение шести недель до планируемой второй линии Больные были рандомизированы на две группы Это стандартный режим поклитоксила Тот самый еженедельный режим, который мы хорошо очень знаем 80 мг на метр квадратный Первый, восьмой, пятнадцатый день с периодичностью каждые 28 дней И вторая группа – это пациенты, которые получали дополнительно к поклитоксилу тростозумаб И что мы видим? Мы видим, что продолженная терапия тростозумабом Абсолютно неэффективна с точки зрения влияния на показатели и безрецидивной выживаемости 3,19 в группе поклитоксила и 3,68 в группе продолженной терапии тростозумабом Так и общая выживаемость абсолютно ничем не лучше 9,95 в монорежим и 10,20 в группе комбинированной терапии То есть это исследование еще раз подтверждает, что никакой целесообразности в продолжении терапии тростозумабом В случае прогрессирования на фоне первой линии терапии нет Конечно же, мы все знаем о том, что химиотерапия не обладает какой-то специфичностью действия Ее назначают всем Сработало – сработало Не сработало – говорим о второй линии терапии Конечно, хочется помочь больным всем Хочется оказать максимальный эффект И, конечно же, с этой точки зрения таргетная терапия имеет свои преимущества Это ключик к замочку То есть назначение препарата с максимально планируемой эффективностью И, конечно же, перспективными мишенями являются ростовые факторы Это сосудистый эндотелиальный фактор роста и эпидермальный фактор роста Так вот, к сожалению, при раке желудка все исследования, касающиеся анти-GFR-терапии То есть блокаторов эпидермальных факторов роста, они оказались негативными Применение панитумумаба с химиотерапией результаты были хуже, чем при применении только одной химиотерапии Добавление цитуксимаба абсолютно бессмысленно Ну и применение гифтениба тоже абсолютно неоправдано Это говорит о том, что для рака желудка, к сожалению, нет предикторов эффективности Нет биомаркеров, которые бы отвечали за эффективность этих препаратов А вот в отношении блокаторов сосудистого эндотелиального фактора роста Здесь совсем другая история оказалась В нашем арсенале уже достаточно, наверное, второй год мы активно используем такой препарат, который получил название рамуцерумаб Это иммуноглобулин класса G Это моноклональное антитело к внеклеточному домену, то есть к рецептору сосудистого эндотелиального фактора роста второго типа Взаимодействие рамуцерумаба с соответствующим рецептором блокирует взаимодействие рецептора и соответствующих его легандов Блокируется передача сигналов к ядру клетки, ингибируется процесс ангиогенеза и ингибируется рост опухоли В клинических исследованиях, исследованиях первой фазы, была показана эффективность рамуцерумаба у пациентов, страдающих раком желудка Это явилось основанием для интеграции новых клинических исследований, исследований третьей фазы по изучению этого препарата И чем мы на сегодняшний день обладаем? Первое исследование – это исследование Эрегард, это исследование третьей фазы, в котором приняло участие 355 больных Это больные метастатическим, либо местно распространенным нерезитабельным раком желудка или кардиозофигального перехода Которые прогрессировали на фоне первой линии терапии, тот же самый платиновый дуплет, препараты платины и второперимидинов И больные были рандомизированы на две группы Первая группа – это пациенты, которые получали в качестве второй линии терапию рамуцерумаба Дозируется препарат следующим образом – 8 мг на 1 кг веса, один раз в две недели Ну и, соответственно, получали сопутствующую терапию Вторая группа – это группа пациентов, которые получали только поддерживающую терапию в сочетании с плацебо Лечение проводилось до развития прогрессирования или неприемлемой токсичности Основные цели – это оценка общей выживаемости Дополнительно изучалась безрецидивная выживаемость, 12-недельная безрецидивная выживаемость, частота объективного ответа, качество жизни и безопасность препарата Что же было показано? Было показано, что применение рамуцерумаба в абсолютных цифрах разница незначимая, но она оказалась достоверной Увеличивает медиану безрецидивной выживаемости пациентов Общей выживаемости 5,2 против 3,8 месяцев Применение рамуцерумаба почти на 23% снизило риск смерти у этих пациентов Что касается частоты объективного ответа, примерно 3,5% – это частота ответа в группе рамуцерумаба И около 2,5% – это в группе поддерживающей терапии Но при этом надо отметить, что стабилизация процесса была отмечена практически у половины пациентов, которые получали рамуцерумаб И в целом клиническая эффективность составила его около половины случаев То есть стабилизация и частота объективного ответа порядка 50% Если посмотреть на спектр негативных явлений и те осложнения, которые связаны с антиангиогенной терапией То, как и для другого препарата из этой группы, мы наиболее часто встречаемся с такими осложнениями, как артериальная гипертензия Кровотечения, артериальные или венозные тромбоэмболические осложнения, протеинурии Но вот из всех осложнений только гипертензия отмечалась в 2 раза чаще в группе больных, которые получали рамуцерумаб по сравнению с плацебо Все остальные – кровотечения, тромбоэмболии, протеинурии, перфорации – они отмечались примерно с равной частотой И это все говорит о том, что препарат при удовлетворительной переносимости обладает достаточно неплохой эффективностью И, наконец-то, завершенное исследование регарта, его результаты появились в контексте уже других завершенных исследований третий фазы И мы видим, что рамуцерумаб демонстрирует медиану вживаемости больных 5,2 месяца по сравнению с группой, которые получали только поддерживающую терапию И если посмотреть на вот эту диаграмму, то видно, что удивительным образом рамуцерумаб демонстрирует примерно равную эффективность, которую мы получаем при применении доцитоксела При применении ивинатыкана, то есть тех исторических цитостатиков, которые вошли в нашу повседневную жизнь уже давным-давно Но при этом надо отметить, что рамуцерумаб обладает более благоприятным профилем безопасности, нежели цитостатическая терапия Другое исследование, естественно, возник вопрос, а что будет, если мы добавим рамуцерумаб к стандартным вариантам химиотерапии И было генерировано исследование, это также исследование третьей фазы, исследование Рейнбой Уже с достаточно большой когортой пациентов, 665 больных приняло участие Это все больные раком желудка или кардиозофагиального перехода, прогрессирующие после первой линии химиотерапии Либо это платиновый дуплет, но частично больные получали антрациклин Рандомизация в две группы, это стандартный вариант поклитоксела еженедельно в сочетании с рамуцерумабом Либо это поклитоксел в сочетании с плацебо Как и в предыдущем исследовании, лечение проводилось до прогрессирования или развития токсичности И основная первичная цель – это оценка общей выживаемости Дополнительно изучались безрецидивная выживаемость, частота объективного ответа и длительность ответа Основной и конечной целью была оценка общей выживаемости И мы видим, что добавление рамуцерумаба однозначно увеличивает медиану общей выживаемости больных Разница статистически достоверна 9,63 против 7,38 месяцев То есть абсолютная прибавка составила 2,25 месяцев На 20% снижался риск смерти у больных, которые дополнительно получали еще рамуцерумаб Аналогичные данные были получены в отношении и безрецидивной выживаемости 4,4 месяца в группе больных в комбинации поклитоксела и рамуцерумаба И только 2,86 месяцев в группе больных, которые получали поклитоксел А если мы посмотрим на клиническую эффективность То есть это сочетание частоты объективного ответа и стабилизации 80% То есть 80% больных получили пользу и преимущество от назначения именно комбинированного режима И вот на основании исследования Рейнбой был проведен достаточно массивный многофакторный анализ Который позволил нам выделить именно вот этот фенотип пациента Которому в первую очередь можно рекомендовать комбинацию поклитоксела и рамуцерумаба Как правило, это больные, прогрессирующие через 6 и более месяцев после завершения первичного лечения Лучше отвечали женщины в возрасте младше 65 лет ЭКОК-1 оказался лучше, чем ЭКОК-0 Это больные с небольшой потерей веса до 10% Лучше отвечали больные с локализацией опухоли в гастроэзофигальном соусте, нежели рак желудка С кишечным типом опухоли, без признаков канцероматозы И преимущества имели пациенты, у которых было выполнено хирургическое лечение первичной опухоли То есть ранее была выполнена гастроктомия Заведомо возникает вопрос, работает ли рамуцерумабу хер-2 позитивных больных раком желудка Так вот эти два исследования показали И исследование Регард, и исследование Рейнбой И в том, и в другом приняли участие пациенты хер-2 позитивным раком желудка И если посмотреть, то мы видим, что И в одном, и в другом исследовании Больные получали ранее в качестве первой линии терапию тростузумабом И мы видим, что и в одном, и в другом исследовании Больные, которые ранее были пролечены тростузумабом Столь же высокой эффективностью отвечали на терапию рамуцерумабом Как и больные, которые не получали данный препарат То есть однозначно препарат работает даже у столь агрессивной когорты пациентов На основании вот этих двух исследований был проведен также многофакторный анализ Который позволил выявить прогностические факторы Определяющие длительность или определяющие общую выживаемость пациентов Так вот, к факторам, ухудшающим выживаемость Относится неудаленная первичная опухоль Низкая или неизвестная степень дифференцировки первичной опухоли Раннее прогрессирование после первичной терапии Наличие канцероматоза И такие биохимические маркеры, как высокий уровень щелочной фосфатазы Высокий уровень лактат-дегидрогеназы Высокий уровень АСТ, нитрофилез или лимфопения А также низкий уровень натрия И в зависимости от того, сколько данных факторов имеет пациент Формируется прогностический индекс Низким индексом считается, если этих факторов не более двух Средний 3-4, умеренный 5-6 факторов Ну и высокий, если 7 и более факторов Чем выше индекс, чем от низкого до высокого Тем катастрофически снижается общая выживаемость Пациенты с низким уровнем прогностическим Живут примерно 14,5 месяцев А пациенты с высоким уровнем Их медиана выживаемости чуть-чуть превышает 3 месяца И если мы еще раз посмотрим на весь перечень Которые у нас есть режимов из современных препаратов Конечно, комбинация поклитоксела и рамуцерумаба Она вырвалась далеко вперед По сравнению с остальными вариантами Ну и, конечно же, если в целом говорить о планировании Второй линии рака желудка Надо помнить о том, что лечение должно быть перспективным Надо исходно планировать у пациентов Первую, вторую, третью линию У тех пациентов, которые подлежат активному лечению Надо помнить о жестких правилах применения рамуцерумаба Именно в комбинации с поклитокселом Ну и, конечно же, учитывать сроки и вариант прогрессирования Потому что возможна и реиндукция первой линии Возможны и хирургические манипуляции Это, конечно, очень важно использовать И обсуждать на мультидисциплинарных командах И комплексно подходить к терапии пациента Ну и в качестве демонстрации Мне бы хотелось поделиться с вами нашим собственным клиническим опытом Это молодой пациент 31 года Первые клинические симптомы появились в мае 2015 года Похожие на признаки гастрита Не имея какой-то особой онкологической настороженности У молодого пациента Ему была назначена терапия гастрита Но, к сожалению, нужного терапевтического эффекта Не было получено И к октябрю клиническая симптоматика стала нарастать Появились признаки дисфагии Снижение аппетита Потери веса около 6 кг И только в октябре 2015 года Впервые было выполнено эндоскопическое исследование По результатам которого В нижней третье пищевода По правой боковой стенке Было выявлено экзофитное образование Которое занимало примерно 75% его просвета Распространялось на кардиальный отдел желудка Естественно, была выполнена биопсия Упухоль и получено заключение Умеренно дифференцированной аденокарцином С целью определения степени распространенности процесса Выполнена компьютерная томография По результатам которой Признаков диссеминации процесса не было обнаружено Выявлена еще раз кардиозофагиальная опухоль С поражением региональных лимфатических узлов Как и положено С целью стадирования и оценки состояния брюшины Была выполнена диагностическая лапароскопия Признаков канцероматоза не было выявлено Выполненные смывы с брюшной полости Показали отсутствие опухолевых клеток В исследуемой жидкости И как является стандартом Больному была начата терапия При распроедении переоперационной химиотерапии Тогда было выполнено Три цикла химиотерапии Стандартный режим платиновый дуплет Цисплатин и 5-фторурацил Эффект лечения оценивался как частичный регресс Если мы посмотрим, то размеры опухоли Существенно уменьшились Уменьшились в два раза размеры Региональных лимфатических узлов И вторым этапом был выполнен этап хирургического лечения Это расширенная резекция нижней трети пищевода С одномоментной изофагогастропластикой Детальное исследование операционного материала Показало наличие умеренно дифференцированной аденокарциномы Переневральная инфазия Метастазы в 5 из 14 лимфатических узлов И гиперэкспрессия фактора ХЕР-2 Была негативной В дальнейшем пациенту было проведено Еще три цикла химиотерапии Уже это адювантное лечение И все лечение было завершено в мае 2016 года Но, к сожалению, буквально при первом обследовании В сентябре 2016 года Выявлено прогрессирование заболевания Это поражение абдоминальных лимфатических узлов Лимфоузлы в воротах печени Подвздошные лимфатические узлы И признаки канцероматоза Один из узлов инвазировал долю печени На тот момент у нас была такая прекрасная опция Предложить в рамках расширенного доступа Терапию комбинации рамоцирумапа по клетоксел Что мы и сделали в отношении этого пациента По данным контрольного обследования После первых трех циклов Был зарегистрирован уже сразу Частичный регресс уменьшения на 50% Опухолевых изменений Лечение было продолжено И после 9 цикла Это июль 2017 года Мы впервые зарегистрировали полный регресс Опухолевых изменений С целью консолидации достигнутого эффекта Мы провели еще два цикла Комбинированного режима И в дальнейшем продолжили только терапию Рамоцирумапа Дополнительно было выполнено 30 введений Рамоцирумапа Это с 12 по 26 цикл Вот так вот, если посмотреть на снимочки То мы видим Обследование проводилось каждые 3 месяца Да, и мы видим Мы видим полный регресс изменений в лимфатических узлах Мы видим отсутствие инвазии И мы видим отсутствие признаков канцероматоза Февраль 18, август 18, ноябрь 18 года Сохранялся полный регресс Если говорить об осложнениях То паклитоксил осложнялся гематологической токсичностью Не гематологической А каких-либо осложнений, связанных с рамоцирумапом Мы не регистрировали Но, к сожалению, в апреле 2019 года Возникло прогрессирование заболеваний Это развитие канцероматоза И появление мелких очагов в легких Таким образом, проведенное лечение Длительность которого составила 29 месяцев Из них 21 месяц был полный регресс Позволило не только улучшить качество жизни Но и существенно продлить жизнь больного Я думаю, что вот такие успехи Они встречаются нечасто Об этом надо говорить Потому что эффективность данной схемы Терапия, она, конечно, очевидна С мая месяца начата третья линия химиотерапии Режимом фолфирии На сегодняшний день достигнет только стабилизация процесса Вот так вот выглядят этапы лечения И мы видим, что наиболее длительный этап в лечении Это именно терапия паклитоксилом и рамоцирумапом И в заключение, наверное, не стоило бы назначать этот слайд Но, тем не менее, уже в первом слайде Все проголосовали за комбинацию паклитоксилы и рамоцирумапа Но я надеюсь, что в данном слайде все проголосуют так же Да, спасибо большое Да, убедила еще разочек Благодарю всех за внимание И желаю успехов в нашем нелегком труде Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!